Информационное агентство Высота 102 коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Большой ледовый каток в пойме реки Царицы уже почти реальность. Лжеписатель, обокравший пенсионеров, все-таки оказался в СИЗО. Болельщики переживают за будущее футбольной команды «Ротор». Сегодня в обновленном детско-юношеском центре на улице Краснознаменской с размахом отпраздновали столетие системы дополнительного образования в России. Воспитанники подготовили динамичное представление, в ходе которого была рассказана вся история создания, становления и развития внешкольного образования страны. Когда гибели начали войны, мы не сразу осознали, что произошло страшное событие. Кружковцы, пионеры, тигуровцы. Ребята, дадим друг другу руку, чтобы с гордостью сказать, мы тоже часть отряда боевого, мы тоже помогаем побеждать. Пионеры-герои – это целое поколение людей, ставших участниками великой и страшной войны. В настоящее время в Волгоградской области работает около сотни учреждений дополнительного образования, в которых свои таланты раскрывают 250 тысяч детей. Их обучением занимаются почти 3,5 тысячи педагогов. Новый импульс развитию дополнительного образования Волгоград получил после завершения реконструкции государственного детско-юношеского центра, в стенах которого и состоялся праздник. Сегодня Волгоградский областной суд принял решение поместить в СИЗО лжи писателя Юрия Сидорина, осужденного судом первой инстанции, за то, что он обкрадывал волгоградских пенсионеров. Эта история получила широкую огласку. Сидорин представлялся литератором и под видом сбора материала для книги прибирал к рукам статуэтки и прочие памятные для пожилых людей вещи. До недавнего времени Сидорин всячески затягивал рассмотрение апелляции. Не явился он в суд и сегодня якобы по причине болезни. Однако позже, после консультации с врачами, лжи писателя все-таки забрали из больницы в СИЗО. Волгоградский ротор переживает очередной кризис. Футбольная команда на грани вылета с первенства футбольной национальной лиги. После проигрыша на Волгоград-арене Ярославскому Шиннику уволен главный тренер, и что дальше пока не ясно. Результатами игры некогда прославленного коллектива недовольны как обычные болельщики, так и эксперты. Мнения разные. Одно из них, что в команде должны играть представители местной школы. Не так давно, всего два года назад, когда команда из любителей перешла в профессиональный футбол и играла во второй лиге, Лев Викторович Иванов собрал практически исключительно местных футболистов. Тогда перед этим ходили мысли, что невозможно собрать исключительно из Волгоградцев команду для профессионального футбола. Собрали. Говорили, что невозможно классно играть. А получилось что? Что команда эту вторую лигу прошла как торпеда какая-то. На ура. И при этом она играла в атаку. И при этом играла в красивый футбол. Подробно о ситуации, которая сложилась сейчас внутри Волгоградского футбольного клуба и что ждет ротор дальше, по мнению экспертов и болельщиков, спецрепортажи на высоте 102 в воскресенье. Жители Волгограда собираются порадовать большим катком. На этот раз местом для зимней забавы выбрана территория поймы реки Царицы, где на бывшем пустыре, как известно, построили интерактивный музей и частично благоустроили территорию. Планируется, что площадь будущего катка составит более 2000 квадратных метров. На сегодняшний день подготовлено песчано-щебеночное основание для будущего катка. Далее по графику устройство бетонной подушки. Поддерживать необходимую температуру льда до начала весны будет специальная морозильная установка. Кроме того, нескучным обещает стать и левый склон поймы реки Царицы. Здесь в скором времени намерены обустроить трассы для спуска на надувных санках с бугельным подъемником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин